5 поединок сегодняшнего вечера Асламбек Титан Мусаев представляющий бойцовский клуб Ахмат против Павла Катрунова из Белоруссии Что-то мне подсказывает Асламбек что в этом бою мы увидим досрочную победу. Очень заряжен очень заряжен в первую очередь Мусаев Слишком давно не давали драться Асламбек Титан Мусаев и я думаю что мы так очень правильно подошли к этому в левый хоккейк В левой нога быстрейшая и кстати многие вообще у Асламбека невероятно быстрые, скоростные он очень легок на ногах и выпускает эти ноги с невероятной взрывной стартовой скоростью. Изголодавшийся по поединкам Асламбек Мусаев вернулся в ММА и видно какое желание у этого бойца реабилитироваться за свои последние неудачи очень-очень тяжелые взрывные ноги, как вы отметили Максим Асламбека это природная взрывная мощь, она не раз выручала его. Да, причем он может бить в разные этажи и в верхний этаж в область головы любого даже очень высокого соперника может нанести удар с двух ног и слева и справа Джеб от Катрунова на руках пытается левый сбоку вдогонку сейчас от Катрунова точное попадание Асламбеку не нужно долго затягивать бой в стоке мне видится так тактический план потенциально может быть успешным левый мидл очень жесткий по печени запускает сейчас Асламбеку навстречу чем очень сильно попал левый джеб джеб пропускает я согласен согласен Максим есть все инструменты для этого Асламбека нужно переводить в другую плоскость и в борьбе он намного о-о-о-о какой удар вы знаете, у Пафадаева предплечье добивание очень активное на высокой скорости Асламбека Мусаева я вам скажу что вы заметили Асламбек уже Бадаев как раз он дал удар нанес справа в внутренние части предплечья попал о-о-о треугольник треугольник нужно быть осторожнее аккуратно нужно быть осторожнее но какая мощь какая мощь предплечьем он отправил павла кутрунова на канвас да этот оверхенд конечно если были лег кулак точно туда куда надо если бы это был кулак то это все я думаю не забежать бы то к сожалению серьезнейшая травма была бы у павла но здесь павел кутрунов большой молодец а показывает характер мужчины и выживает в хорошем смысле этого слова еще и пытался да накидывать треугольник и даже был близок был этого близок да да здесь мне кажется сейчас будет совсем так сложно павлу что есть уже потери есть урон но здесь главное сломбеку не попасться на тот самый уголь который павел готовит здесь до армбар я думаю данном случае такое ощущение что павел понимал что будет переведен в этом поединке на настил клетки данном случае и вот именно работал над грэпплингом посмотрите рука и при этом треугольник ногами осуществлен очень аккуратно да здесь конечно очень незавидная ситуация находится асламбек мусаев это будет вот это характер очень удобно для нанесения жестких ударов том что и локтями посмотрите как побелел асламбек очень большое давление серьезно давление оказывалось на него проявил он опять же очень серьезный характер мне кажется нужно обходить гард асламбеку вот попаду данном случае конечно трудно от него требовать пока ему нужно прийти в себя после этого удушающего тире болевого потому что там и за счет удушения он вытянул как раз и руку куда и работал именно уже по руке на здесь но удушение было как раз вот во втором элементе более эффективным нежели вы как раз на болевой вытягивала первый и раз эпизод вдруг мы отметили асламбек был наоборот взял снова снова готовить это павел в большом сожалению асламбек дает пространство для выполнения вот этого треугольника дает пространство работает разом и ногами сейчас очень очень опасно концовка раунда очень незавидно положение находится асламбек мусая проявляет недюжий характер не сдается что происходит треугольник и еще зацепает засыпает асламбек мусая все-таки и асламбек я уже обращаюсь своему со-комментатору и коллеги я будет досрочная победа но его заметили не сказал чья она будет здесь конечно сутью веса тяжеленную асламбек и была возможность одержать победу но он ее упустил вы было попадание вы помните внутренней частью предплечье до начиналось конечно для вас а его все хорошо но в данной ситуации именно вот эти попытки болевых удушающих приемов они оказались сам сейчас мы эти павел шатается на ногах идет очень тяжело эти его шатает ведет и он хватается за клетку и в том числе как я понимаю и плачет даже довольно таки давно не поджидал павел котрунов его можно понять после череды поражений павел котрунов вот так реваншировался и не просто конечно ему сейчас не смотрел что говорил павел котрунов таких бойцов не сначала более нехорошо несколько раз он выживал за удушающих просто безумно Спасибо. Да, ну... Павел, конечно... Я думаю, что он многих удивил в этом бою, потому что вот, когда все-таки боец идет с чередой поражений, ну мало кто подобного боец верит. Да, было серьезно.